Пресвятая Богородица Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В сентябре 21 числа празднуется большое событие – это Рождество Пресвятой Богородицы. Матерь Божия Мария была очень долгожданным ребенком. В семье Иакима и Анны, ее родителей, очень долгое время не было детей. А, как мы знаем, еврейские законы, они очень суровые. И если в какой-то семье нет ребенка, то такая семья считается грешной, иногда даже проклятой. От такой семьи могли отказаться ближайшие родственники какие-то, от них отворачивались люди, старались с ними не разговаривать, обходили десятой стороной. И огромная печаль была на Иакиме и Анне, поскольку они за собой не чувствовали греха, но думали, что где-то они согрешили перед Богом. Тогда Иаким, праведный человек, уединился в пустыне, чтобы совершать молитвы. А Анна осталась дома, следила за хозяйством и каждый день выходила в сад, где просила Всевышнего о ребенке. И вот в один момент ей было видение в этом саду о том, что Господь к ней благоволит. И Иаким вернулся. И через некоторое время у них появилась девочка, имя ей дали Марии. Это и будет будущее Преснодева Богородицы. Родители Иаким и Анна были престарелыми, поэтому и называется также Рождество Богородицы тоже чудом, потому что мы знаем, что престарелые люди редко когда зачинают дитя. Когда Марии исполнилось три года, ее родители решили отдать девочку на служение в храм, где она смогла бы обучаться закону Божию. Трехлетняя траковица сама, преодолевая 15 ступеней храма, поднималась вверх. А если мы вспомним традицию церковную, иудейскую, то на каждой ступени нужно было произносить псалом. И вот эта девочка маленькая сама произносит эти молитвы, эти псалмы и поднимается вверх. 15 псалмов. И вот мы видим в этом, какое родительское воспитание было у этой девочки, что молитва не выходила из семейного обихода. Все было у нее на слуху, она знала эти молитвы. И было большим чудом, что ей не нужно было никакой помощи. И священник Сахария взял ее за руку и ввел во святая святых. Святая святых не только храма, но самого Бога. То святая святых, которая находится в душе у каждого человека. У каждого из нас есть свой ад, есть свой рай, и есть то потаенное место, где живет Бог, то незыблемое место, то тишина, то святая святых, которую мы должны открыть в своей жизни. И вот уже в таком малом возрасте эта девочка была введена в это святая святых. И выбрана была потом за свое смирение, за свое послушание перед Богом, как будущая Матерь Божия. В 14 лет Мария была обручена с плотником Иосифом. К тому времени ее родители уже умерли. И очень скоро архангел Гавриил принес радостную весть. Она станет Богородицей, оставшись Девою. Она была ответом человечества на этот зов Бога к нам, чтобы мы опомнились, чтобы мы вернулись в тот рай, из которого были изгнаны. И этот ответ в образе Девы Марии потом приходит к нам Рождеством Господа Иисуса Христа. В радости и горести обращаются верующие к Пресвятой Богородице. Она является покровительницей домашнего очага, матерей и детей. Она учит нас любви к Богу и к ближнему, смирению и добродетели. Русско-православная церковь особо чтит Матерю Божию, потому что она есть ближайшая к Господу Иисусу Христу, поскольку непосредственно является его мамой. И она знает своего сына, она рядом с ним, и она его может умилостивить, ведь мы в это верим. Мы помним случай из Священного Писания, который был в Кане Галилейской, когда Господь говорит, что еще не время мне делать чудеса, но Матерь Божия наказала слугам, чтобы те принесли воду, и сказала, что как сделает Господь, так вы и исполните. И вот Господь притворил воду в вино, и это вино потом было употреблено на браке в Кане Галилейской. И мы видим Матерь Божию через все Евангелие, как собирающее все своим сердцем, все слова, которые говорит Господь, она складывает. И что интересно, в Евангелии очень мало есть про нее мест, где она говорит. То есть мы видим ее большое послушание. Она никогда свое слово не ставила поверх Слова Господа, хоть и была его мама, то есть как старшая. Она всегда слушала, и эти слова складывала своим сердцем. Сложила своим сердцем слова и о том, как предрекли ей смерть ее сына, старцем Симеоном, богоприимцем, который не умирал более двухсот лет и ждал Рождества Господня. И пророчицы Анны, и Елизаветы, ее сродницы. Мы видим, что Матерь Божия, она особо страдала при кресте Господа, когда многие разбежались, многие испугались смерти Учителя, но она осталась рядом с Ним. И Господь Иисус Христос отдает ее на попечение Иоанну Богослову, своему любимому ученику. После Вознесения Господня Мария прожила еще около 20 лет. Перед смертью она молилась на Елеонской горе и увидела ангела, который сказал, что ей осталось жить не более трех дней. О жизни ее мы знаем мало, но мы помним ее успение, каким чудом это произошло, что ее тело не было предано тлением. Так было задумано, что все апостолы были на ее похоронах, а апостол Фома опоздал. И он захотел тоже поклониться перед телом Пресвятой Госпожи. И когда открыли склеп, он вошел в гробницу и увидели, что тела Матери Божией нет. Господь забрал на небо тело Матери Божией. И тем самым ни капля тления не коснулась Матери Божией. И тем самым мы видим даже в Успении Матери Божией некое начало той Пасхи, которую все мы обретем в Воскресении Христово. Иконы Божьей Матери олицетворяют единство Бога и человека. Как простая женщина, она родила Спасителя. Как святая Дева, Мария встала рядом с Ним на небесах. Это совмещение высшей духовности и понимания людских слабостей. Образ Богородицы – это образ Матери, умеющей простить своих детей, заступиться за них, понять их. Было написано великое множество икон Божьей Матери, обладающих чудодейственными свойствами. Их известно около 400. И это только в России. Одна из них – это Владимирская икона, которая, как по преданию Церкви, была написана самим апостолом Лукою, который написал и на той самой доске, на которой была Тайная вечеря, в Четверг, в Великий Четверг. Мы 4 ноября будем вспоминать события о войне, которая была в Москве, когда Казанская икона Матери Божией, Матерь Божия в своем образе выступила заступницей в этом событии и явилась тогда хану и не дала захватывать Москву. То есть она была как предвестником поражения иноплеменного войска. Матерь Божия, она особо любит чистоту, простоту в людях. Она любит детское отношение к вере, немудреное. И даже сама икона Матери Божия Казанская, была дана не каким-то философам, умникам, книжникам, а маленькой девятилетней девочке. Именно она нашла эту икону после пожарища, раскопала, когда говорила, что во сне приходила и Богородица, говорила, что нужно найти ее икону, а взрослые не верили. Матерь Божия тогда вот девочке пришла, маленькая, которая своей детской любовью могла поверить Матери Божией. Мы также помним Иверскую икону Матери Божией, также ее простоту, когда в воде она приплыла на Афоне, этот образ стаймя приплыл к горе Афонской, и монахи хотели взять ее из воды, а она не давалась в руки. И тогда старец Гавриил, который был очень прост, как мы знаем из его жития, по воде подошел к этой иконе и обрел ее. Потом была устроена церковь, надвратная, Иверская икона Матери Божией. И таких случаев очень много. Мы знаем заступничество Матери Божией, мы помним ее чудеса, мы ощущаем ее благодать и эти чудесные явления сейчас. И тем самым мы имеем надежду в то, что все мы воскреснем и будем в Царстве Небесном. В честь Богородицы названо множество храмов. В Орехово-Зуевском благочине это церкви в Старом Покрове и деревне Пашнево, а также Орехово-Зуевский Центральный Кафедральный Собор. В день рождения Пресвятой Девы Марии во всех храмах проходят праздничные богослужения. Каждый может причаститься, исповедоваться и почтить Матерь Божью. Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Рождества Богородицы. Будем чтить эту святую госпожу и Матерь Господа нашего Иисуса Христа и нашу маму. И будем надеяться на то, что она умилостовит своего сына, чтобы нам избавиться от грехов своих, чтобы жить мирно, жить любовно. И пусть Матерь Божия будет нашей путеводительницей. Не нужно нам отходить от ее святого покрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова